Здравствуйте! В эфире ЮНьюс новости на городском телеканале ЮТВ. В начале выпуска коротко о главном. Башкирия сможет самостоятельно устанавливать сроки отопительного сезона. Регионам планируется разрешить самостоятельно устанавливать дату начала и окончания отопительного сезона. После утверждения данных изменений субъектам России не нужно будет ждать пятидневного периода со среднесуточной температурой ниже 8 градусов для подачи тепла в квартиры. Тем самым можно будет избежать так называемой холодной недели. Разработку поправок Минстрой России приурочил к началу нового отопительного сезона. Как отметили в администрации Уфы, эта система подачи тепла реализуется в Уфе уже не первый год и доказала свою эффективность, сообщает сайт новости Уфы. От Дема до Шакши на электричке можно будет добраться за 42 минуты. Башкортостанская пригородная пассажирская компания приступила к реализации нового транспортного проекта, который предусматривает ежедневное движение электропоездов в пределах Уфы. С 15 сентября на участке железной дороги Дема-Уфа-Шакша будут курсировать семь электропоездов, которые доставят пассажиров из одной части города в другой всего за 42 минуты. Электропоезда будут останавливаться на станциях и остановочных пунктах Дема, Правая-Белая, Железнодорожный вокзал Уфа, Воронки, 29-й километр, Парковая, Черняковка, Спортивная, Правая-Уфимка и Шакша. Составы будут ходить в четырехвагонном варианте, но при необходимости железнодорожники могут увеличить количество вагонов до восьми, сообщает сайт прауфу.ру. В школах Башкирии стартовал уникальный в России проект. Он называется «Здоровое поколение. Сильный регион», который не имеет аналогов в России. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, инициатором проекта выступил руководитель республики Рустем Хамитов. Образовательная программа будет включать в себя различные соревнования, турниры, спартакиады и мастер-классы от чемпионов. Также два раза в год школьники будут проходить диспансеризацию, в рамках которой будут отслеживаться уровень успеваемости, психологическое состояние и динамика развития физических показателей. Благодаря данному проекту удастся не только воспитать здоровое поколение, но и в ранние сроки выявлять спортивно одаренных детей, сообщает Уфа Тайм. В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки. 5 и 6 сентября фермеры представят плодоовощную продукцию. Ярмарки развернутся сразу в шести районах Уфы. Немаловажный факт – здесь цены на сельхозпродукты обычно на 10-15% ниже, чем на рынках, и также осуществляется контроль качества реализуемой продукции. Адреса площадок, где можно будет приобрести овощи, можно посмотреть на сайте городской администрации. 27 сентября Уфу ждет грандиозное спортивное событие – международный марафон. Это международный марафон для катетический забег на дистанцию 42 километра, 10 и 4,2. На самом деле у нас в городе подобных мероприятий проводилось около 7 лет. Такое количество людей, ну вообще, наверное, не стартовало, которое планируется. То есть мы ожидаем, что у нас будет около 3000 участников, и это будут более 50 городов России, несколько стран. То есть такое очень масштабное событие. Все участники у нас получают полки с индивидуальным таким дизайном марафона, на финише получают красивую медаль, уникальную, которую не купишь в магазине. И у всех будут электронные чипы, то есть все хронометраж как на чемпионате мира. А у меня на этом все. Теперь переходим к другим новостям города.